На церемонии открытия мемориальной доски друзья, близкие люди, коллеги и ученики Александра Алонцева. Те, кто в разные периоды его жизни был рядом, помогал и поддерживал. Те, кого учил и воспитывал сам Александр Александрович. Также в числе гостей представители местной вертикали власти и депутатского корпуса. Александр Алонцев величина в мире искусства и в мире педагогики. Память о нем необходимо сберечь. Очень отрадно, что сегодня мы являемся свидетелем открытия очередной мемориальной доски в память людей творческих, художников. Это не первая мемориальная доска, которую мы открываем талантливым брестским художникам. Что касается самого Александра Александровича Алонцева, то, конечно, он заслуживает всяческого внимания со стороны общественности. Почему? Потому что своим творчеством, своим жизненным путем оставил глубокий след в истории, в культурной истории нашего города. Безусловно, особое чувство и эмоции в этот день испытывали члены семьи Александра Алонцева. По признанию дочери художника, открытие мемориальной доски – это важный, особенный момент. В этот день город отдает ему, можно сказать, даже честь, открывая сегодня памятную мемориальную доску. Ему, в первую очередь, как педагогу, потому что он открыл эту замечательную школу более 40 лет назад, возглавлял ее 25 лет. Воспитал огромное количество выпускников, которые тоже выбрали себе в качестве профессии, профессию педагога, художника. Также, конечно, эта доска говорит, наверное, о том, что город признает его вклад и как художника, очень известного, не только нашей стране, но и уже с узнаваемым почерком и за пределами нашей страны. И, конечно же, наверное, как администратор он показал свою роль, потому что собрал очень такой грамотный коллектив педагогов. После торжественной церемонии гости посетили выставку картин Александра Алонцева. На экспозиции было представлено чуть более 10 работ известного художника. К слову, ознакомиться с полотнами у бричан и гостей города возможности еще есть. В настоящее время они находятся в выставочном зале художественной школы.